Друзья мои дорогие, привет! Я пишу видео, а не провожу прямую трансляцию, как это бывает обычно по воскресеньям. Иногда, не каждое воскресенье. Так, выключаю радио. Сижу по-прежнему без интернета, слушаю то маяк, то эхо. В общем, в халате. Так, ну давайте перескажу все, что собиралась рассказать в прямой трансляции. Юбилей прошел отлично. В понедельник проводили банкет. Я записывала немножечко с пленарного заседания конференции, которая была приурочена к 80-летию моего папы. Мы все, ну собственно, мы представляли масштаб папиного авторитета. Но сейчас воочию, вот так вот выпукло, развернуто, мы его увидели, ощутили, ужасно горды. И смогли показать родственникам. Ну наши родственники тоже абсолютно, тоже представляют, что папа ученый. Вот, а в общем, на этом юбилее многие родственники, да все, увидели, что, каков масштаб его авторитета в научном мире, в хунской тематике. Вот. В общем, вот все это время, все время подготовки к этому банкету. Я смотрела, ну поскольку я все время с папой нахожусь рядом, потому что смотрю за мамой, я наблюдала за ним, как он реагирует. Он, конечно, ужасно всего этого не любит. Вот это, он был против банкета. Ну, в общем, он был против всего, против празднования. Но, в общем, празднование юбилея был, как бы, уже запланирован его организацией, самим институтом. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии Наук. Вот. И там, собственно, организационный комитет этого, этой конференции нас попросил родственников пригласить, ну и подключиться. Ну, их, может быть, планы были немного корыстными, возможно, они немного... Нет, 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 корысти тут никакой не было, конечно. Конечно, надо было показать и семью юбиляра. Вот. Поэтому подключили и родственников к этому делу. И, в общем, родственники, вот моя сестра и зять, они с этим успешно справились. Вот просто на отлично. Ресторан был отличный, программа концертная, банкетная, развлекательная была супер. Ну, все мы знаем, какие бывают тамады на юбилеях, свадьбах. Нам сказали, что только, пожалуйста, никакого-нибудь там КВНщика. Не хочу обижать КВНщиков. Я наших КВНщиков уважаю. Ну, и тут имелось в виду какого-нибудь хохмача с неуместными шутками. Ну, сидят взрослые ученые люди, и вдруг их заставят там с бутылкой между ног прыгать. Какие-нибудь такие неуместные конкурсы. Вот. Это имелось в виду. Ну, или какие-нибудь шутки сальные. В общем, нет. Все было супер. Программу тамады... Ну, мы знали этого ведущего. Поэтому мы сразу на него вышли, сразу договорились. Он нам организовал Байкал. Я, собственно, уже выложила в YouTube. Но еще не занималась публикацией. Это пока черновой вариант. Там с доступом по ссылке. Ну, все видео с доступом по ссылке. Но я все положила в плейлист «Папин юбилей». Он открытый. То есть, если вы зайдете в плейлист «Папин юбилей», то увидите все ролики. Ну, это вот я для своих даю. Я скоро закрою доступ. Я знаю, что просто кто... Кто ищет мои видео, тот найдет и посмотрит. Я вам доверяю. А так я буду смотреть, редактировать, что-то вырезать. Что-то, может быть, не опубликую для всеобщего доступа. Так. Что еще? Потом после юбилея... Ну, Папина конференция была два дня. Он работал. Потом еще не все иностранцы уехали. Не все гости конференции уехали. И он... Ну, нужно было как-то развлечь иностранцев, у которых на более поздний срок были куплены билеты на самолет. Ну, в частности, японец дольше всех задержался. Это хаяши. Вот. Ну, в общем, иностранцы были-то такие. Огромная делегация из Монголии. Были из Японии. Не знаю, сколько человек. Урсула. Из Боннского университета, который занимается проблемами хунного. Я вам все почитаю, материалы конференции. Потом зачитаю все, что по хунской теме, по нашей любимой тюркской и монгольской. Все, что найду, у меня все это в планах есть. Единственное, что нет возможности, нет времени найти для этого время и спокойную обстановку, чтобы это все осмыслить. Потому что при папе я стесняюсь. Что-то... Ну, я не такая смелая, открытая, вот как сейчас, когда никто меня не контролирует. Вот. Но все-таки я для всего этого найду возможность, буду прояснять. Потом за это время, пока вот я смотрела, в последнее время я подсела на видео научных популяризаторов. Я, наверное, сделаю отдельное видео, а сейчас просто упомяну. Я, в общем, я давно уже смотрю Евгению Тимонову. Ну, у нее канал «Все как у зверей». Потом «На живой планете» тоже. «Живая планета» — это телевизионный канал. И там выкладывается... Тимонова есть отдельная рубрика. Потом, значит, «Радиомаяк». У «Радиомаяка» много. Тимонова сидит в гостях. В студии «Маяка» рассказывает много интересного. Ну, а потом многие все вот эти вот наши блогеры, как эти шоу называются, ну, разговорное шоу. Ну, у Тудя, может быть, еще ее не было. А вот «Гоблин», как его, Пучков. Ну, в общем, какие-то, ну, даже такие вот люди с неоднозначной репутацией тоже ее интервьюировали. В общем, много-много интересного. Вот, если вы еще не слышали, не видели, наверное, видели и слышали, но если вдруг этого не случилось, обязательно смотрите. Вот просто я обожаю. Я все могу смотреть с Тимоновой. Так, потом еще один научный популяризатор. Недавно я тоже на него подсела и подсадила папу. Папе тоже понравился. Константин Куксин. Первое, что я от него услышала, это история Великой Степи. Трехчасовое видео. Ну, один кто-то умный. Канал у него называется «Синус». Собрал все это. Ну, может, это не один человек, может, это команда. Ну, канал называется «Синус». И он там собирает вот это все научно-популярные, все научно-популярные видео. Очень хорошие у него подборки. Но я отслеживаю Константина Куксина. Он и на «Маяке» тоже есть. Про что бы он ни рассказывал, все это так интересно. Не только про Великую Степь. Но что папу, папе внушило, папа впечатлило, что он рассказал историю Великой Степи, начиная от хунского периода, то есть второй, третий, четвертый век до нашей эры. Ну, тамерланом, по-моему, закончил. Вот всю историю он кратко, красочно, доступно и не переврав научно. То есть не отклоняясь от научных данных, принятых в научном мире, все рассказал. О, заслушаешься, очень рекомендую. Так, ну, конечно, Ася Казанцева, тоже непререкаемый авторитет в мире науч-попа. О чем бы она ни рассказывала, все замечательно, здорово. Так, и, ну, пожалуй, три имени пока что для меня, три авторитета непререкаемых. Я их смотрю и всем вам рекомендую, если вас интересует в этом мире все научное и все новое, что в науке есть, всякие научные новые разработки обо всем, что нас в жизни может интересовать, об этом они рассказывают, эти люди. Так, ну и про папу вернемся к папе. В общем, мы рассмотрели подарки, что подарили, может быть, я тоже покажу. А я подарила папе два тома Акунина, ой, в истории Российской империи. Два первых тома, до Ордынский период и Ордынский период. И подсказала сыночку, сын. И еще подарок! Арслан посадил, ой, купил следующие два тома. Ну, наверное, Иван Третий, Иван Грозный, а потом Иван Грозный и остальные. Ну, в общем, там еще есть какие-то. В эту, ну, у меня про Акунина, про историю российского государства есть отдельное видео. Я там упоминаю, что помимо самого Акунина, самого себя, Акунин в эту серию включил произведения других авторов и первоисточники. Там есть пересказанное сокровенное сказание монголов, русские летописи, относящиеся к этим периодам, ну, к соответствующему периоду. Например, Кардынский период. Еще какие-то, в общем, важные какие-то документы. Все очень интересно. Издание прекрасное. Я вам покажу эти книги. Я хочу еще купить к Кардынскому периоду все, что относится, все первоисточники, которые он включил, Акунин включил в эту серию. В общем, я в восторге от этой книги. Я папе все это пересказала до этого, его настроила на эту книгу. Он тоже, ну, ему единственное, надо время выкроить, чтобы это почитать. Но если он начнет читать, он, конечно, все быстро проглотит, легко читается, хорошо читается. Интересно. Папа, поступай сейчас. Так, что еще? В общем, принимали родственников. Ну, в общем, провели все это позади. Теперь нас ждет на расслабоне Новый год. Да, на расслабоне. Черта с два ты расслабишься. Потому что я сейчас занимаюсь, сейчас, когда я это записываю, выходят мои видео про РВП, разрешение на временное проживание. То есть все мои взаимоотношения с Федеральной миграционной службой выразились, вылились в видео. В полезные, наверное, в просматриваемые, потому что они входят в мой топ, в топ из моих видео, наиболее просматриваемых. Там я делюсь всякими полезными сведениями. И вот сейчас занимаюсь оформлением РВП, сбором на документы. Один заход у меня был неудачный, то есть я подала документы, у меня их приняли, но потом вернули назад, потому что я все оформляла на удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. А по правилам нельзя. И сотрудница ФМС, которая у меня это принимала, этого тоже не знала. Потом вышла загвоздка из-за того, что она решила, что у меня нет паспорта, раз я подаю удостоверение. И она меня ни разу не спросила, есть ли у меня паспорт. А я ни разу не сказала, вот паспорт, как мне все на паспорт поменять, потому что она мне сказала так. Хорошо, РВП, вы оформите, а дальше вид на жительство вы не сможете оформить. А я говорю, а зачем мне вид на жительство? Она говорит, ну ваша цель какая? Я говорю, ну как какая? Ну вы собираетесь на гражданство подавать? Я говорю, ну пока у меня квартира там в Казахстане, я не буду подавать на гражданство. Вот так. И в общем на этом разговор наш заканчивался, дальше этого мы не заходили. В общем, в итоге, когда она меня вызвала, чтобы вернуть мне документы и попросить уехать из страны, ну то есть я должна выехать за пределы РФ и заехать только через три месяца. Вышло, что мысль потеряла. Она, в общем, она, видимо, ночь подумала, и когда я пришла на следующий день, она говорит, из вашей ситуации есть такой выход. Вы сейчас подаете заявление в посольство Казахстана в Москве и просите сделать вам паспорт. Я говорю, а у меня есть паспорт? Я такая, все, что у нее было в руке, она так все роняет, переглядывается с остальными сотрудниками в кабинете. Все так подняли голову, тоже посмотрели, кто причина такой реакции. И я говорю, так я задумала, что загвоздка в том, что я миграционную карту оформила на удостоверение личности, из-за этого весь пакет документов нужно оформлять на удостоверение личности. И просто дальше РВП в мое дело не пойдет. Но меня это устраивало. РВП дается на три года, за три года мой как раз удостоверение заканчивается, срок его действия. Я по-любому выезжаю, решаю вопрос с квартирой, возможно, и потом заезжаю, оформляю все на паспорт и по-новой. В общем, короче говоря, а она почему-то решила, что у меня нет паспорта. Ну, потому что у меня паспорт был горелый до этого. Она, видимо, что-то помнит, что с паспортом не так. Она ни разу не спросила меня про паспорт. Ну, в общем, в итоге, теперь из этой ситуации, ну, то, что я говорю, что оформлен один документ, миграционка на удостоверение, и все остальное тоже идет на удостоверение, это правильно. То есть все дело в миграционке. Теперь надо пойти в управление и подать заявление на выдачу дубликата миграционной карты, выписанной уже на нужный документ, на паспорт. Ну, что я и сделала. Теперь через два дня получу. Во вторник. Вроде бы, должно быть готово, если никакой загвоздки не будет, если не появятся новые обстоятельства, препятствующие этому. Вот. И одновременно я не могла, у меня была трудность получить медицинское заключение, потому что в наших поликлиниках, в нашей амбулатории, ну, мне нужно это сделать по месту жительства. По месту жительства у нас здесь в квартале амбулатория, а в ней не знают, что это такое. Выписали совершенно другую бумажку, без всяких печати ее не приняли у меня. То есть медицинское заключение – это совершенно определенная форма. Ее выдали просто в поликлинике районной. Ну, в той, в которой мы ходили, в поликлинике Октябрьского района. Вот. Пошла к кассе, выписали спокойно. Все там расписано, в какие часы, что принимают. В общем, все подробно расписано и все легко довольно-таки. Единственное, что у меня уже есть флюорография в одной проекции, а надо в двух. То есть надо вторую проекцию сделать и получается еще раз облучаться. Но это ладно, ерунда. Ну, вот и все, собственно говоря. Вот такие у меня дела. Да, еще не все рассказала. Планы в громадье на свою трудовую деятельность. То есть уже меня приглашают сидеть в агентский пункт Фаберлик. Буду там сидеть, заказы выдавать. И может принимать. В общем, короче, потом следующая трудовая деятельность. Так, то, что мне проверять тесты ЕГЭ, эта работа как-то заглохла. Но я хочу эту деятельность развить. Сама про удаленных учеников. Предложу набрать удаленных учеников. И буду проверять их тесты. В общем, ну, буду брать свой процент. А основной заработок будет преподавателю идти. И что еще? Еще какие-то у меня были виды. Ну, ладно, всеми планами я не буду делиться. Тем более, что я сама не помню, что я имела еще в виду. А, диваны делает для сына. Сын хочет меня заставить делать диваны. Меня это не сильно вдохновляет. Хотя очень интересно, конечно. Ну, я просто почему немножечко не уверена в себе, что я смогу это делать. Ну, то есть, я не сомневаюсь, что я смогу это делать. Но хватит ли у меня увлечения заниматься этим постоянно. Вот в чем я не уверена. Вот. Ну, наверное, это все. В общем, все остальное у нас нормально. Младший сын собирается в Казахстан выехать. Ну, потому что у него нет регистрации. Ему нужно легализоваться. Ну, и свою дочку он еще не показывал там, в Казахстане. Вот, они поедутся и семьей в конце декабря, наверное. Вот. А мы со старшим здесь будем. Ну, вот это все. В общем, это видео я залью завтра, не раньше. Здесь у меня нет интернета. Я вам желаю всего самого хорошего. Увидимся. Ну, я думаю, что в прямом эфире в следующее воскресенье встретимся точно. И в очередных видео про Арифлей, про Фиберлик у меня много снято. Вы всю неделю будете мои видео смотреть. Ладно, всех целую. Всем пока. Что-то я какие-то манеры перенимаю дурацкие. Нет, я искренне это делаю. Мне хочется именно так сделать. Но это просто на кого-то похоже. Ладно. Все, пока.